Сегодня в гостях у программы «Больной вопрос» врач-онкогинеколог Наталья Емельяненко. Поговорим мы об очень важном, о женском здоровье. Наталья Александровна, скажите, а есть ли виды онкопатологий женских, которые можно вылечить? Ну, так сказать, нельзя, что можно вылечить, но можно добиться стойкой ремиссии. И женщины должны понимать, что это смена образа жизни, это немножко все по-другому, но это ни в коем случае не приговор. Рак не приговор? Нет. И вот именно об этом мы сейчас и поговорим в студии нашей программы. Вы смотрите «Больной вопрос» на ТВ21+. Меня зовут Янина Морозова. Сегодня поговорим о том, как помогают северянам онкогинекологи. Не секрет, что заболеваемость раком во всем мире растет год от года. Увеличивается и количество онкозаболеваний женской репродуктивной системы. С чем приходится сталкиваться врачам, почему сегодня онкогинекология стремится к щадящим методикам, расскажем в сюжете. Женская репродуктивная система – сложный механизм, ее правильная работа во многом зависит от гормонов, образа жизни, общего здоровья. И все чаще докторам приходится сталкиваться со сложными онкологическими патологиями у женщин. Связано это отчасти со старением населения, экологии и наследственностью. Но каковы бы ни были причины, на помощь пациенткам приходят врачи-онкогинекологи. Именно они назначают лечение и оперируют. А современное диагностическое оборудование позволяет им выявить онкозаболевания на более ранних стадиях и гораздо точнее, чем еще пять лет назад. На сегодняшний момент у нас в наличии и появился МРТ-аппарат, который дает нам больше возможностей для диагностики онкопатологии именно в гинекологии. А также у нас появилось два аппарата КТ, которые тоже дают возможность больше количества пациентов обследовать. А второй аппарат КТ, он более точный. Рак не приговор, настаивают доктора. Главное не затягивать с лечением. Не прибегать к сомнительным методам, так можно только потерять драгоценное время. Сейчас технологии лечения онкозаболеваний стремительно развиваются. В этом году врачи мурманского онкодиспансера освоили новую методику проведения операций с применением ICG-навигации. Щадящая технология, она позволяет максимально сохранить непораженные раком лимфоузлы. ICG – это аббревиатура препарата, который вводится непосредственно в ткани. И за счет того, что он имеет тропность к лимфоткани, к лимфатической системе, этот препарат распределяется по лимфоузлам, по лимфатическим сосудам. И таким образом у нас есть возможность определить так называемый сигнальный или сторожевой лимфоузел. То есть тот лимфоузел, который первым встречается на пути метастазирования заболевания. В инфракрасном спектре такие лимфоузлы светятся. Их удаляют и исследуют прямо во время операции. Эта технология позволяет врачам оценить, насколько распространилась болезнь, какой нужен объем вмешательства. В онкологии это один из важнейших факторов. А сохранение лимфоузлов позволяет сберечь и лимфоток. Когда пациентки переносят обширную лимфодисекцию, они испытывают потом лимфостаз. Это первая патология, с которой сталкиваются пациенты. Это лимфостаз нижних конечностей, который требует потом ношения компрессионного белья, постоянный массаж нижних конечностей. 80% операций онкологи сегодня выполняют лапароскопически. Это когда для доступа делают не разрез, а несколько проколов. Такой подход менее травматичен, позволяет пациентам быстрее восстанавливаться. У нас и фотодинамическая терапия появилась как альтернатива хирургическому лечению. При ряду патологий и тут тоже реабилитационный период гораздо сокращается, чем оперативно. Сохранение качества жизни пациенток после операции – важная задача. Но тут очень многое зависит от объема вмешательства, от стадии заболеваний и сопутствующих патологий. Чем раньше удается выявить болезнь, тем выше шанс добиться ремиссии. Это популяционное все-таки заболевание. То есть надо говорить о том, что лидирует у нас среди заболеваний у женщин – это рак молочной железы. К нему тоже надо внимательно относиться. И с онкопатологией также лидирует еще рак тела матки, рак яичников – рак шейки матки. Врачи не устают напоминать, что проходить обследование у гинеколога женщинам нужно не реже одного раза в год. Если что-то вызывает подозрение, врач обязательно отправит на дообследование. Такой подход позволяет выявить онкопатологии даже в начальной стадии, пока они не успели развиться в сложную форму. Это позволяет сохранить жизнь и здоровье на долгие годы. Врачи говорят, что рак – не приговор. Сегодня многие виды онкопатологии успешно лечатся. И очень многое зависит от своевременной диагностики и готовности пациента лечиться. Какие методики есть в арсенале мурманских онкогинекологов и можно ли уберечь себя от сложного заболевания? Нам поможет разобраться гость нашей студии Наталья Емельяненко – врач-онкогинеколог Мурманского областного онкологического диспансера. Здравствуйте, Наталья Александровна. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, сегодня часто мы слышим, что онкологические патологии молодеют. Так ли это на самом деле? С чем это связано? Ну, в принципе, так можно сказать. Связано это с тем, что улучшаются возможности диагностического поиска. Кроме этого, население тоже прислушивается к себе и становится более дисциплинированным. Введены программы диспансеризации и профосмотры. Вы, кстати, с апреля месяца, когда ковид стал уменьшаться, заболеваемость ковидом стала уменьшаться, профосмотры, диспансеризация снова были возобновлены в Мурманской области. И надо следить в своих поликлиниках, спрашивать. И, в общем-то, можно опять снова пройти диспансеризацию. Вы знаете, однажды вы меня удивили, сказали мне, что для женщины очень многое зависит от количества половых партнеров. И чем их больше, тем выше риск развития онкологических заболеваний. Это с чем связано? Так ли на самом деле? Да, в принципе, это так можно сказать, потому что есть виды онкологических заболеваний, которые ассоциированы с вирусом папиллома человека, который как раз-таки передается половым путем. Если пара живет половой жизнью, не предохраняясь, и при этом женщина имеет несколько половых партнеров, риск заразиться вирусом с наличием этих онкогенных штаммов. Они не все онкогенные, но есть очень такие грубые, серьезные, которые впоследствии могут вызвать дисплазию, и дальше уже, если не заниматься лечением, не рак. Скажем так, что когда обнаруживают рак шейки матки, практически в 100 случаях обнаруживают и онкогенные штаммы, и вирус папиллома человека. А вот, между прочим, такой вопрос, а женщину прививка та же самая от ВПЧ может защитить, или все-таки это надо в совсем юном возрасте делать? Есть такая программа прививок, которая в нашей стране, к сожалению, она не входит в дневник прививок, ее можно сделать только по платным услугам, скажем так, в программу ОМС не входит. Желательно делать девочкам, начиная с 9-12 лет. В принципе, можно делать и женщинам, те, которые уже живут половой жизнью. Единственное, нужно, конечно, обследоваться, провести, если есть необходимость, ассоциальные какие-то мероприятия. И, в принципе, можно прививаться. Кроме этого, можно прививать и мальчиков. Поскольку мальчики являются переносчиками данного вируса, то прививать можно и мальчишек, в принципе, да. Скажите, пожалуйста, еще вот всегда ли онкологический диагноз, онкологическое заболевание лечится оперативным путем или есть какие-то альтернативные методики сегодня? Вот что можно о том сказать? Ну, оперативным путем, да, лечится комбинированное лечение. Существует радиолучевая терапия, существует химиолучевая терапия, существует. Но, к сожалению, наши специальности чаще не оперируются тогда, когда это уже запущенные случаи. То есть, когда уже ситуация, поздние стадии, да, когда уже неоперабельный рак, тогда мы подбираем альтернативные методы лечения. А на ранних стадиях? Ну, на ранних стадиях здесь чаще всего, конечно, да, оперативное лечение. То есть, мы убираем опухолевые массы в ответственной операции, и дальше уже назначается при необходимости терапия, тоже подбирается в зависимости от того, какой рак, чего. Химиотерапия, химиолучевая терапия, либо лучевая терапия. Ну, сколько знаю, в вашей практике есть даже совместные операции с врачами других специальностей. Немножко расскажите об этом, поделитесь. Да, у нас был такой опыт. У меня была пациентка с заболеванием тела матки, и в процессе подготовки к нашей операции у нее выявили еще и опухоль почки. И совместно с онкоурологами областной больницы нами была проведена, так называемая, симультанная операция, в процессе которой удаляются сразу оба пораженных органа. То есть, работали две бригады. Да, операция была несколько, по времени, по протяженности больше, но это способствовало тому, что женщине не надо было перенести двух наркозов, двух длительных операций. Это было все сделано одномоментно. И реабилитация после такой операции тоже, наверное, была несколько легче, чем человек посмотрел. Да, это одна операция, пациентка успешно выписана, сейчас она проходит второй этап лечения. Есть еще какие-то такие новейшие методики, вот о которых стоило бы знать нашим телезрителям? Ну, они не то чтобы новейшие, просто мы можем теперь сочетать пластическую хирургию, если есть поражение женских органов, скажем так, так и плюс там опущение или выпадение, мы успешно делаем пластические операции, в том числе восстанавливаем красоту. Ну да, красота, естественно. А скажите, пожалуйста, еще вот онкогинекологи занимаются только злокачественными новообразованиями или доброкачественные тоже входят в ваш профиль? В наш профиль входят пограничные состояния и опухоли больших размеров, то есть кисты яичников больших размеров, миома маток больших размеров, потому что часто это, как оказывается, после операции, что это все-таки пограничная такая история и требуется дальнейшее наблюдение и дальнейшее лечение. То есть миома может со временем стать злокачественной, да, чем она больше? Ну, так нельзя сказать, что она прямо станет злокачественной, нет. Тут, скорее, сочетание, если произошло у женщины, да, таких факторов определенных, то, в принципе, может и такое случиться. А есть ли какие-то виды женского рака, которые, ну, вот, хорошо поддаются лечению, которые можно вылечить или нет все-таки? Ну, вы знаете, рак – это, конечно, не приговор, но здесь играет в пользу пациента это раннее выявление. Чем раньше, скажем так, выявлено заболевание, меньше стадия, меньше поражена площадь поражения, менее травматичная операция, менее травматичные вмешательства, иногда бывает достаточно оперативного лечения, и дальше не требуется ни химио, ни лучевая терапия. То есть достаточно бывает операции, и дальше пациентка уходит на наблюдение и наблюдается. Это означает продолжение лечения или это ремиссия, какая-то стабилизация? Это означает и ремиссию, и стабилизацию. Как бы здесь зависит уже от того, как откликнется организм, как откликнется… потому что не все схемы подходят всем одинаково. Вот, поэтому здесь иногда у нас нужно… Необходимо время, чтобы подобрать нужную схему, и это все обязательно контролируется дополнительными методами обследования. Ну и каждая история индивидуальна, естественно. Да, это же… Если у женского рака какие-то специфические симптомы, что должно женщину насторожить, и можно ли вообще как-то уберечься от этой беды? Ну, насторожить, начнем с этого. Насторожить, конечно, нужно прислушиваться. Я об этом всегда говорю везде, что нужно прислушиваться к себе, отмечать какие-то малейшие изменения в своем состоянии, потому что если женщина сама об этом не позаботится, ну, вряд ли кто-то об этом еще подумает. Поэтому если какие-то патологические выделения, нерегулярный цикл, боли, увеличение там в размерах живота, ну, лучше обратиться к специалисту, провести обследование и уже понимать, что нужно делать дальше. Ну вот. Я это, ну, считаю, что это очень правильно. Ну и плановые обследования, наверное, тоже помогают выявлять, да? Да, диспансеризация, профосмотры и ежегодные осмотры. Даже если, может, есть женщина, которая не работает, но раз в год сходить в женскую консультацию, на осмотр гинеколога, сдать анализы на флору, сдать мазки на онкотологию, в этом ничего такого нет. И сложного нет в этом ничего совершенно, да. Нужно просто себя к этому ввести в привычку, в хорошую привычку. Есть вредное, а это хорошее привычка. Чтобы это стало частью культуры для всех. Да, да, да. Спасибо вам огромное, Наталья Александровна, что сегодня пришли к нам в гости. Спасибо вам за интересное повествование и советы, которые, я думаю, пригодятся очень многим нашим телезрителям. Спасибо за вопрос. Приходите в гости сейчас. Спасибо. Вы смотрели «Больной вопрос» на ТВ-21+, программу, в которой мы задаем вопросы докторам, чтобы рассказать вам, как же сохранить здоровье на долгие годы. А если у вас есть свои наболевшие вопросы, задавайте их нам по телефону редакции 400-870. Оставляйте сообщения в группах ТВ-21, в социальных сетях, пишите лично мне, и мы всегда постараемся разобраться. Будьте всегда здоровы, в следующий раз мы увидимся ровно через неделю, в следующий четверг, в 20.00. С вами была Енина Морозова. До новых встреч.